Ну и завершая третью четверть, Турский государственный музей оружия, Сберковальный музей оружия героев, Поклачен Сергей Владимирович, начальник отдела, Лавров Александрович, генеральный директор, президент институтации виртуальной и дополненной лево. Добрый день, уважаемые коллеги, члены Рудин. Сегодня я вам расскажу о проекте Турского музея оружия, виртуальный музей оружия, оружия героев. В 2015 году, после запуска новой постоянной экспозиции музея «История стрелкового и колонного оружия» с 14 века до 1945 года, Министерством культуры и музеем было инициировано в создании виртуального музея оружия. Главная задача, которая стояла перед музеем, это популяризация коллекции, включение припустителей в музей и донесение их коллекции до любого человека в любой точке мира. Учитывая основные задачи новой постоянной экспозиции, было принято решение создать уникальный современный продукт, который отличался от уже созданных на тот момент продуктов. Это круговые панорамы, каталоги. Была разработана концепция, по которой продукт, который должен был развиваться в двух форматах. Веб-приложение и мамильное приложение. Музеем была создана концепция, по которой это должно было представляться история развития оружейного производства на десяти основных предметах музея. уникальных методов, которые показали бы развитие производства, бродитового. В 2016 году был запущен по конкурсной процедуре проект победил фирмы 3DM1. Сейчас уже там с этим спейсом Александр там расскажет о том, что основная, главная идея, чем было бы о реализованных отношениях, каждый экспонат должен был быть полностью смоделирован до винтика по схемам, чертежам, доставлениям, которые были предоставлены музеем, до возможности его разборки, сборки. Причем, если мы проектировали витовку Мосина, которая была за первым номером у нас представлена в музее витовку Мосина по номеру 1, то в проекте она представлена со всеми ее недостатками, со всеми ее надписями, которые на них были на тот момент. В эта версия у нас была организована в форме стори-теллинга. Это собой представляет историю, которую посетитель может просто зайти на сайт, нажать на кнопочку, послушать директора, при этом продолжать взаимодействовать с экспонатами, увидеть дополнительные сведения. Например, в главе о двойных пистолетах можно было почитать двойный кодекс, в главе пистолетов пулеметов плагина можно было бы узнать о том, как проходила оборона тулов, о самом изобретателе, о всех владельцах пулемета. Основной же ключевой особенностью мобильного приложения стал гемификация, то есть, практически, игра. каждый экспонат функционировал как в жизни. Возможность в рентгене посмотреть функционирование пулемета со скоростью 1,5 секунды можно увидеть принцип действия оборудования пистолетов, пулеметов, можно разбирать, собирать оружие. При этом, опять же, надо заметить, эти все экспонаты музейные это не просто штатные образцы. пулемет Максима за первым номером, который выпустился в первом на Тульском уровне заводе, именно он представлен приложением. Винтовка Мосина, она. Пистолет Шмагина подарили в музее начале командира оборонительной операции корпуса Тула. Интерактивные технологии позволили подать сложную информацию в интересном виде. В игру происходит гораздо больший возврат пользователей. Они мотивированы возвращаться, потому что они могут получить все больше информации. Механики. А, да, да. Применение таких механик, как соревнования между пользователями на время, позволит сделать приложение и варианты использовать вам. Не происходило принудительного вооружения в культуру. Например, любители шутеров приходили в приложение, чтобы пристрелять, но при этом начинали дальше интересоваться его историей, историей сознания, историей образца. текущей и развития проекта. На текущий момент в музее добавлено 10 образцов оружия. В 2019 году планируется добавить еще 4 образца. При этом проект планируем развивать каждый год и сделать историю завершенной практически до современности. 2 языка локализовано мобильное приложение. В том числе с помощью посетителей. Хочу сказать, что средняя оценка на Android на Play Market составляет больше 4,5 баллов. Разработчики всегда контактируют с пользователями. Основные запросы пользователей хотим еще больше оружия. На это добавляем. Пользователи помогают переводить проекты. Пользователи всегда говорят какие-нибудь ошибки всегда наисправляем. 75 локальных магазинов в общем приложении. 6 тысяч новых пользователей приходят в проект каждый день. 61 тысячи пользователей пользуются приложением постоянно. Более 1,5 миллиона пользователей уже скачали мобильное приложение. На данный момент цифра уже подходит 1,8 миллиона. Это является огромным показателем для музейного мобильного приложения, на самом деле. Что позволяет в свою очередь сказать о том, что популяризация музейных коллекций, популяризация дикторного наследия прожили по правильному пути, и что на основании донести до пользователей то, что хотели поставленные задачи. Развитие проекта. 4 предмета будут добавлены в 2019 году. В 2017 году открылась завершающая часть экспозиции с 1945 года до современности. музей нашел возможности развивать и расширять проект. В следующем году так же будет он расширен, чтобы сделать историю законченной. Скажите, да, Александр, который расскажет уже там. Да, все коллеги, результат на самом деле даже не огромный, он ошеломляющий, потому что на данный момент это самое популярное музейное приложение в мире. Это утвердили Google и Apple. Это был 34-й наш музейный 5 секундийный проект, я пока стоял, посчитал. Мне всегда хотелось сделать такие музейные продукты, которые могли бы конкурировать с обычными медиа, с играми, с сериалами, которые на самом деле являются конкурентом музея за время людей. Когда я ездил в Тирбис Мюнзим, он встречался с директором, он мне сказал, что наш главный конкурент Лега Лантис. Мы хотим, чтобы люди ходили в выходные с милой к нам, в Тирбис Мюнзим, а не Лега Лантис. Для того, чтобы все эти люди прекрасные миллионы 700 пришли сюда, нужно было сделать не просто приложение, нужно было сделать крутейшую игру без поправки, что это игра в музей. Потому что там средний бюджет просто даже на рекламу для игры, например, какой-нибудь фрукт-ассасин, вот это, где арбузы, многие, наверное, вы видели, 2 миллиарда долларов в год. Наверное, даже многие не задумывались без нас о том, насколько это огромная, если пожирающая индустрия. А нам нужны эти люди. Мы хотим, чтобы эти люди пришли в музей. А они сидели, рубили арбузы. И единственный наш шанс это дать этим людям что-то им понятно. Но внутри этого приложения не показать музей, чтобы в конечном итоге они все равно туда пришли. Тем более, что в музее оружия тема благодатная. Это прекрасный музей, и мы все понимаем, что там многие захотят прийти. Но они, скорее всего, просто не знают. Да. У меня дальше начинается ролик, который будет комментировать всегда. «Интерактивные трехмерные технологии имеют новые механики, позволяют подать сложную информацию в интересном виде. В игру происходит многократно больше возврат пользователей, чем обычные информационные приложения. В игре они сами мотивированы больше узнавать о музейных экспонатах, с которыми они многократно взаимодействуют. Происходит процесс активного познания. С другой стороны, мы все знаем, что существует огромное число сверхпопулярных приложений про оружие, которые зачастую популяризируют насилие. Мы понимаем, что наше нужно привлечь их аудиторию и довести до виртуального музея. нами был выдвинут ряд гипотез, как вовлечь разные аудитории в взаимодействии с музейной частью игры. Например, любители шутеров приходили в игру пострелять из исторического оружия, но дальше начинали интересоваться устройством потрагившегося оружия и историей его создания и легендарными владельцами. Таким образом, не происходит предудительного погружения в культуру, что является проблемой при попытке приявить культуру современных подростков. Мы сняли многие сотни фотографий, получили реальные чертежи всего этого оружия и оригинальные наставления по его использованию. Каждый экспонат функционирует, как в жизни. Люди могут увидеть любой экспонат в режиме рентгена во время любой анимации, посмотреть, как работают сложные механизмы на скорости в одну пятисотую секунду, разбирать и собирать оружие, как головолом. Соревноваться на время с друзьями. И все это музейные экспонаты, являющиеся культурным достоянием. «Дальше я хотел бы мне первые слова сказать. Как я понял, что это уже второе правило. Послушайте, пожалуйста. Время практически вышло. Да, последняя правда. Когда написал американский учитель, что он учит своих детей и целый класс по нашему приложению истории военной, я понял, что мы сделали правильное приложение. Всем спасибо за внимание. А вот там вот такая кривая, что нам нужна? Это количество праздников. Это был рост количества планировцев в празднике. Мы открылились перед Новым Гордом, и когда после праздников мы отрепортовали Местерство Культуры 16-150 тысяч инсталляций, то очень все нашли с ума после этого, и началась история проявления. Двух график инсталляций по часам. На вопрос эти вот пользователи, они стреляют в арбаты или в колоды? Они не поймут. Это просто процесс пользователей. В воздух стреляют. Они стреляют в статус. Они смотрят как работает музыканик. Холостые. Заводчики. Мы разберяем свой запущу. Мы тоже разберяем. Как было делать? на стрелях. Скажите, пожалуйста, Вы несколько раз обозначили цель этого проекта и приложения. Сегодня уже понятно, сколько использованные приложения пришло бы или это начало? На самом деле, если анализировать отзывы на плеймаркете, в начале, когда запустилась, очень много отзывов было о том, что дайте еще оружие, очень интересное приложение. Потом стали появляться отзывы, как мы хотим посмотреть, как мы хотим попасть в музей. Но ориентируясь по тому, что люди идут в музей, действительно. Четкие данные очень сложно следить, потому что это дежитал и физикал. То есть, каким образом непонятно. Но было большое количество отзывов, в том числе, кстати, из кулок, когда люди узнали, что у нас такой крутой музей. Сейчас будет все рядом. В основном, да, динамика пользования у нас опять в Европе. Динамика растет в каждом году. Какая часть ее очень термона? Сделайте скидку владельцам этого приложения и увидите, сколько денег пришло в музей. Да, такие мысли были, да. Была мысль для покупки билетов сделать оттуда. Это, по факту, поважение лояльности, потому что там реальный экспонатный музей. Понятно, до конца цель достигнута или нет, что-нибудь. Понятно. Спасибо. Еще вопрос есть. Да, последний вопрос. Осторожно. Министерство культуры ставило цель, что во всем мире должны узнать про этот проект. Я не успел это говорить. Нет ни одной страны, где нет хотя бы одной инсталляции. Ядром пользователей, с которыми мы локализовывали, это 16 языков. У нас был даже конкурс на шавку сайта. Оказалось, что разные страны вообще героинцы даже по-разному воспринимают. И музеи многих стран, которые оказались тоже наши пользователи, они из своих закромов нашли оригинальные картинки, которые отображали героинь этой страны, специально от проектов в этом плане. и они сами переводили 16 языков. Где-то там есть англасский язык. Ты знаешь, что такое англасский язык? Я не знал. Там есть такой язык. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Ну что...